Я помню, я горжусь. Чуть больше недели остается до одной из самых главных дат в истории нашей страны 9 мая. Одним из атрибутов Дня Победы вот уже на протяжении 10 лет является Георгиевская ленточка. Символ воинской славы, отваги и мужества. Символ памяти и уважения к павшим воинам и тем, кто прошел страшную войну и остался в живых. Идея создания символа праздника, который бы объединял в этот великий день всех людей, оказалась в наивысшей степени востребована обществом. Георгиевская ленточка разлетелась по всей стране и даже за ее пределы. В преддверии 9 мая мы решили напомнить о значении этого атрибута и о том, как правильно его носить. Ведь сегодня нередки случаи, когда символ отваги и мужества можно увидеть в самых неприглядных местах. Все-таки символ победы в очень серьезной войне. Поэтому я считаю, что это нужно носить на груди. На левой стороне, вот здесь около груди. На сердце, да? Да, на сердце. А вот как относитесь к тем людям, которые крепят на антенны, на шнурки, на сумки? Нет, думаю, этого не должно быть. А почему? Ну, потому что мы отдаем данте, который за нас воевал. И, наверное, это близко к сердцу должно было, что мы память в сердце охраним своих. На груди в области сердца, пожалуй, самое достойное место для георгиевской ленточки. Символа отваги и мужества. С этим мнением согласно большинству опрошенных. Есть и те, кто считает, что не зазорно прикрепить ее, к примеру, к антенне машины, сумке или ошейнику собаки. Кураторы Всероссийской акции в Ненинском округе с этим не согласны. Повязывая ленточку, куда попало, вспомните, что это символ памяти павших и проявление уважения к оставшимся в живых ветеранам. Мы, потомки победителей, должны помнить о том, что один из главных символов победы необходимо чтить. Поэтому ленточку георгиевскую нужно носить именно на груди, поближе к сердцу. Ни в коем случае нельзя носить ленточку на сумках, тем более на шнурках. Одевать ленточку на антенны автомобилей. Потому что так мы проявляем свое неуважение к подвигу наших предков и всего советского народа. Из года в год черно-оранжевая ленточка становится вестником самой важной даты в истории нашей страны. До 9 мая остается чуть больше недели. Давайте вспомним, как правильно сложить и прикрепить георгиевскую ленточку к одежде. Георгиевскую ленточку можно повязать тремя способами. Один из них, самый простой, называется петелька. Выглядит он вот так вот и размещается вверх петелькой на булавочку. А также, и тоже очень простой, это бантик. Вот таким образом. Сложив ленточку, надо прикрепить ее к одежде с левой стороны в области сердца любым способом. Иголкой, булавкой или брошкой. Почему в области сердца, спросите вы? Ответ простой. Черно-оранжевая ленточка – это приближенная копия георгиевской ленты, которая пришла к нам из далеких времен. Появилась она при Екатерине II вместе с Орденом Святого Георгия, а затем Георгиевским крестом. Большевики имперские награды отменили. Но в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, Иосиф Сталин решил вернуть былые атрибуты воинской доблести. Сначала погоны, а чуть позже и черно-оранжевую ленту к Ордену Славы. По сути, Орден Славы стал полным подобием Георгиевского креста. Им награждали рядовых и сержантов, а в авиации еще и младших лейтенантов. У Ордена были три степени, и его полными кавалерами стали 2674 человека, среди которых четыре женщины. Но самая часто встречающаяся Георгиевская лента была на медали «За победу над Германией». Этой самой массовой военной наградой в СССР наградили почти 15 миллионов человек. Награду, как и полагается, крепили на грудь в область сердца. Она же остается самой дорогой сердцу ветеранов. В 2005 году память о Георгиевской ленте начали возрождать. К 9 мая все те, кто помнит о героях Великой Отечественной войны, кто чтит историю и гордится ей, надевают черно-оранжевый символ победы. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.